Сначала устроился монтировщиком, смотрел из-за кулис спектакля. Постепенно как-то в меня это все проникало, как-то влюблялся в это и захотелось. Пожелал и попал. Сначала школу-студия, потом ГИТИС, потом учебка ГИТИСа, потом уже сюда как-то автоматически я закончил, меня сразу же Борис Иван Иванович взял сюда в театр. Все места у меня любимые, но самое любимое это буфет, потому что там и покушать можно и тепло, и люди хорошие приходят. Ну а так если по-честному, то наверное крыша, стелобат, самые такие таинственные места, вечно живые спектакль. Причем я был на третьем курсе и меня вводили буквально за несколько дней. Я провалил эту роль свою первую, я отыграл по-моему раза два или три и все. Потом все это закончилось. Оказалось не мое. Самый любимый спектакль? Ну, наверное, правильно вот говорят, что все любимые. Там, где есть большая роль, больше переживаешь, больше затрачиваешься и больше чувствуешь от зала какую-то отдачу. Наверное, это и Леди Надень, и Бабник, и Кабала Святош. Мне кажется, все эти спектакли. В театре Пушкина я еще работал монтировщиком и я смотрел спектакль «Косметика врага». Там играл Райкин Константин Аркадьевич и Роман Эфимович Козак «Сарса небесная». И для меня, может быть, не как для меня самого было потрясение, а потрясение было, когда в зале закричала женщина, она вскочила, закричала в истерике, таким закричала тоном, что у меня вот на всю жизнь осталось это потрясение. Я понял, насколько спектакль может человека пробить. Да ну их много, наверное. У Гамлета я бы безумно хотел сыграть. А, роль мечты Качкарев. Женить бы Гоголя. Для меня это самое... Я когда-то ее играл в учебном театре в ГИТИСе. Не знаю, я мечтаю об этой роли. Ну и вообще Гоголь, мой любимый автор, самый любимый. И почему-то, когда раскалываешься, всегда получается какая-то новая шутка или мулька, которая остается потом на другие спектакли. Был у нас спектакль такой про снежных баб. Детский новогодний спектакль. И мы там перед спектаклем стояли и что-то начали вспоминать джентльменов у дачи. Когда они садятся и крамару говорят, скучно, без водки. А у нас есть момент, когда мы стоим втроем на сцене. Три снежные бабы стоят на сцене. Сказка Министерства обороны, полный зал зрителей, детей, пап, мам. И я стою и должен сказать, эх, бабы, скучно без музыки. А я стою на голубом глазу просто говорю, эх, скучно без водки. И мы стоим втроем. И эти мои стоят, тоже на меня смотрят. И я стою. Конечно, Андрей Николаевич Бадулин был в гневе на меня за это. Слава богу, он не умеет сильно сердиться. Но вот такой момент был. Один из, один, так скажем, из лучших актеров нашего театра, это Костя Денискин. Это кладезь просто юмора, кладезь драматургии, кладезь какого-то невероятного интереса за ним наблюдать. И вот все бы, что бы он ни делал, он делает изумительно. Я от него просто в восторге. Такое мне говорить. Если честно, очень хочу, чтобы все было хорошо. Чтобы нас не закрывали, чтобы мы как-то уже сжили с этим вирусом, коронавирусом, чтобы это как-то все ушло, чтобы к нам спокойно приходили люди, чтобы они не сидели в масках. Здоровья пожелал бы от всей души, чтобы все было хорошо, чтобы у всех все складывалось, все смеялись, хлопали и дарили цветы нашим девушкам-актрисам.